В сегодняшней передаче мы продолжаем наш рассказ об уникальных уданских стилях Ушу, которые зародились в святом для любого даоса месте горах Уданшань. Именно там, в этих горах, легендарный Джан Сань Фен создал стиль Тайди Цюань. Но помимо Тайди Цюань, в арсенале уданского Ушу немало других интересных школ. О них мы сегодня и расскажем. Уданские горы по праву являются колыбелью уданского Ушу. Это второй крупный центр, в котором зародились и развивались многие интересные китайские боевые искусства. Вообще, легенда приписывает заслугу создания уданской семьи боевых искусств легендарному Джан Сань Фену. Но вот только есть один вопрос. Согласно историческим хроникам и летописям, Джан Сань Фена было два. Один жил во времена династии Сун, а второй, уроженец провинции Ляонин, жил во времена династии Мин. Причем, оба они тренировались в горах Уданшань, и оба они культивировали даосские методы обретения долголетия, продления жизни и, в конечном счете, бессмертия. Уданская семья, или внутренняя семья китайского Ушу, как ее еще называют, очень многообразна. Не следует думать, что она замыкается в трех стилях – Тайди Цюань, Синьи и Багуа. Вообще, это более расхожая точка зрения. Сам уданский Тайди Цюань, или стиль 13-ти форум, в том виде, в каком он был создан Джан Сань Феном, впитал в себя практически очень многие черты различных школ уданского Ушу. В уданском Тайди Цюань присутствуют медленные и быстрые движения, накапливание энергии, резкие энергетические выбросы, перемены позиций, уходы вниз и вверх, резкие изменения направления атак и защит. Уданские стили очень подвижные, но в то же время величавые, расслабленные и грациозные. Вся техника уданского Ушу неразрывным образом связана с техникой даосских методов продления жизни и обретения бессмертия – Чханшэн Бусэ Джифа. По-другому оно называется уданский цигун. Это древнее искусство пришло из далекой Индии и через Тибет распространилось по всему Китаю. Даосский цигун, сродившийся в горах Уданшань, можно сравнить с индийской йогой. Правда задачи несколько другие. В даосском цигуне и связанном с этим цигуном физическими упражнениями для развития гибкости и подвижности тела, скорее присутствуют прагматические мотивы. В отличие от единения с абсолютом, который предусматривает индийская йога, и конечного достижения нирваны, уничтожения своего «я», даосская йога ведет нас к достижению активного творческого долголетия. Помогает избежать болезней, урегулировать все системы организма таким образом, чтобы он функционировал бесперебойно и не был подвержен заболеваниям. В отличие от шаолиньской школы, цигун в уданских школах Ушу носит в основном оздоровительный характер. Считается, что заниматься Ушу может только человек, организм которого абсолютно сбалансирован и здоров. Иначе занятия Ушу принесут неминуемый вред, что с точки зрения даосской натурфилософии совершенно недопустимо. Вообще, в основе всех видов уданского Ушу и Цигун лежит философия, изложенная в древнем трактате Дао-де-Дзин. Его приблизительный перевод – это трактат о пути и добродетели. Именно так переводятся два ключевые понятия даосской натурфилософии – Дао и Дэ. Дао – это и путь, и поток, и некое следование универсальному принципу, в то время как Дэ – это гармония, добродетель, благие дела. Свод из речений о Дао и Дэ и является основополагающим для даосизма. Впоследствии к древним даосским трактатам добавились и сочинения Гэху на Баопудзе, многие другие исследования, посвященные лечению травами, дыхательным упражнениям и различные методы ведения боя уданской школы Ушу. Именно поэтому во многих практиках Цигун и Дао-Инь, то есть упражнений, вроде бы сориентированных на оздоровление и профилактику заболеваний, зачастую можно встретить самые настоящие боевые элементы. Субтитры создавал DimaTorzok Уданские горы располагают к самосовершенствованию и занятию Ушу. Сейчас вы видите один из наиболее интересных видов уданского Ушу, это Тхайи Усин Цюань, кулак Великого Единого и Пяти первоэлементов. Концепция Усин, Пяти природных первоначал, лежит не только в основе Синьи, еще одного стиля внутренней семьи китайского Ушу. Синьи Цюань наряду с Тхайи Усин Цюань также использует концепцию Пяти первоэлементов. Однако Синьи – более жесткий стиль, который зачастую даже путают с внешними. Вся техника Синьи построена на накапливании и резких энергетических выплесках – Фадинь. В то время как Тхайи Усин Цюань грациозен и обладает уникальной техникой шага, делающей его непохожим на остальные школы уданского Ушу, да и вообще на Ушу внутренней семьи. Все круговые шаги с загнутым носком являют собой техники подсечек и выведения из равновесия. Широкоаплитудные движения, чередующиеся блоки, защиты, толчки и резкие изменения направления атак призваны обеспечить бойцу, владеющему этим видом уданского Ушу, победу практически в любой ситуации. Не следует думать, что человек, занимающийся Тхайи Усин Цюань, способен только на медленные и плавные движения. Боец, владеющий этим стилем, может взорваться каскадом головокружительных скоростных ударов в любую минуту. Все движения сопровождаются осознанным интенсивным дыханием, работой Дань Тянь. Энергетического центра, расположенного по преданию в трех цунях ниже пупка. Кстати, понятие Дань Тянь или Сайко Тан Дэн перешло из китайского Ушу и в японское карате и японские боевые искусства. Одной из визитных карточек уданского Ушу является техника Удан Дзянь. Это техника уданского прямого меча. В горах Удан Шань протекает река, которая называется Дзянь Хэ. По преданию, легендарный Джан Сань Фэн, который ушел в эти горы для того, чтобы совершенствовать свое боевое мастерство, хотел таким образом отрезать себя от внешнего мира. С этой целью он взял волшебный меч и провел по ущелью полосу, которая впоследствии, заполнившись водой, превратилась в горную реку, которая позволила Джан Сань Фэну сосредоточиться и, уйдя от мирской суеты, создать тайзитюань, один из самых уникальных видов Ушу, существующий поныне. Техника Удан Дзянь стала известна широкому кругу любителей Ушу благодаря трудам легендарного мастера Ушу Ли Тянзи, который уже ушел от нас. Именно он в начале 80-х обобщил технику уданского дзяньшу и издал несколько книг, которые так и назывались – Удан Дзянь. Шадз – вилка, один из экзотических видов уданского оружия. Объединяя в себе вилы и одновременно грабли, украшенные девятью стальными кольцами на деревянной рукояти, этот вид оружия, наверное, можно назвать одним из самых экзотических из всего арсенала уданского Ушу. Однако при выполнении технических элементов с этим видом оружия соблюдаются все те же принципы естественности и гармонии. Присутствуют в уданском Ушу и традиционные виды оружия – копье и пудал. Уданская школа впитала в себя все многообразие приемов китайского Ушу, наложив их на даосские принципы, изменив методику преподавания и уточнив теоретические концепции. Именно поэтому впоследствии в китайском Ушу появилось деление на Нэй Дзячюань и Вай Дзячюань – внешнюю семью и внутреннюю семью. Ба Сянь Гунь или палка восьми бессмертных. По преданию, восемь бессмертных даосского пантеона святых славились своим умением в боевых искусствах. Все они, начиная с Тьегуай Ли – это хромой ли с железным костылем, до Люй Дунбиня, владели каким-то видом боевого искусства. Все эти виды нашли отражение в технике Ба Сянь Гунь – посох восьми бессмертных. Здесь есть даже движение пьяного, поскольку, как говорят, собираясь на свои вечерние посиделки, даосские небожители были не прочь опрокинуть рюмочку-другую шаосинского вина. Сейчас вы видите, как спортсмен выполняет движение из комплекса Тьегуай Ли. Это имитируется движение хромого ли с железным костылем. Несмотря на то, что уданское вушу исповедует принцип расслабленности, естественности и гармонии, базовые упражнения содержат общие для остальных школ вушу элементы. Ведь Джан Сань Фэн, говорят, в основу уданской техники положил уже существовавшие виды вушу. Поэтому не нужно искать здесь разительного отличия. Оно скорее во внутренних принципах и в методиках преподавания и изучения этих систем. Удивительно, что во внутренней семье, каковой является уданское вушу, изобилуют движение ног. Высокие удары ногами, подсечки и многие другие технические действия, которые, наверное, были бы более характерны на севере Китая. В любом случае, уданские системы широкоамплитудные, расслабленные, включающие в себя большое количество круговых движений. Еще раз оговоримся, что всякая уданская техника обязательно сопровождается интенсивной внутренней работой. Это еще один из видов уданского меча. Однако, на этот раз выполняемый в соответствии с принципами тайцзюань. В настоящее время тайцзюань пользуется в Китайской Народной Республике огромной популярностью. Сотни и десятки тысяч людей каждое утро выходят на улицы для того, чтобы в парках выполнить комплексы с дзюань. На рынке даже появились складывающиеся мечи, которые можно легко убрать в сумку или в карман, для того, чтобы, придя утром или вечером в парк, раздвинуть меч и спокойно заниматься изучением древнего искусства. Все принципы тайцзюань соответствуют принципам тайцзюань. Это медленные передвижения, низкие позиции, расслабленная поясница и непрекращающийся ни на секунду поток движений. Говорят, что выполнение комплекса тайцзюань подобно великой реке Чхандзян, которая постоянно течет и никогда не останавливается. Есть в выполнении комплексов в ушу по внутренней семье и другой, более глубокий, эзотерический смысл. Говорят, что выполняя эти движения, боец должен почувствовать вибрацию вселенной. И, воссоздавая космос внутри себя, объединиться с единым вселенским первоначалом и почувствовать, как гармонично пульсирует тайцзи. В отличие от европейцев, китайцы не разделяют тайцзи на инь и на ян. Для них этого противопоставления не существует. По удачному выражению Леви Стросса, инь и ян являются бинарными оппозициями, порождающими, взаимодополняющими друг друга и не существующими одно без другого. Бяньза. Уданская плеть. Зачастую в такие плетки вплетались стальные и свинцовые нити, поэтому удар этой плеткой по лицу мог быть очень чувствительным. Это также один из видов древнего уданского оружия, взятый на вооружение монахами-даосами. Древнее уданское искусство живы и поныне. В этом наша съемочная группа убедилась, увидев, с каким мастерством молодые мастера уданского ушу выполняют древние комплексы, которым уже больше 300-400 лет.